С днём рождения еще раз тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения и подарками! С днём рождения тебя! Третье видео о Саши на днём рождения и сегодня мы будем дарить подарки, потому что мы вчера, когда были в сауне, просто не успели, нам уже нужно было выходить, у нас было время ограничено, мы не хотели детей вытаскивать с бассейна, они купались до последнего, пока мы подсохли, пока поели, пока поубирали, поняли, что подарки уже дарить не можем, мало времени остается, мы не хотели спешить, у нас 15 минут до окончания времени было, поэтому решили спокойно, дома, так как хотели подарить тебе классные подарки. Что четыре? Четвёртый раз песенка. Тебе четыре песни за один праздник? Ага, тебе правильно, спели в день твоего рождения. Два раза. Два раза, кстати, спели, потому что мы с Новосибирска тебе пели, а папа тебе дома пел. Не только папа. А кто ещё? Тёма. Ну, я имею в виду, вы пели, правильно. Второй, третий раз мы тебе спели в этом, в сауне. И четвёртый сейчас. Короче, у тебя вообще крутой день рождения. Круто, если пятый раз. Ага. Готов принимать подарки? Ага. А, мы когда торт дарили, да, тебе пели. Подарком готов? Ага. У нас с папой будет первый подарок тебе, хорошо? Да. Папа, ты готов? Я сейчас знаю, что это, набор инструментов. Давай, первый подарок. Точно, набор инструментов. Сколько, как ты думаешь здесь? Пускай попробуют отгадать. Так, на вскидку, а ну пока смотри. Посмотри на них. Так, двести. Хорошо. Хорошо, а теперь двести. Считаем. Так, что-то ты не то угадал. Что-то здесь не двести. Так, ещё раз отгадывай. Сколько здесь? Миллион. Нету миллиона. Если будешь говорить больше, а деньги не отсчитываются, они могут отсчитаться, если большую называешь сумму. Сотка. Сотка, давай. Ещё одна сотка. Так, ещё одна. Он пошёл более хитрым путём. Так. Ещё сумка. Ты посмотри. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пятого. Пятьсот рублей твои. И ещё один у нас подарок для тебя. Общий, да? Нет. Наш с папой. Я уже говорю, общий. Папа, Боря. Да, как у Бори. Мы сразу и ему купили, и тебе. Мы знали, что тебе тоже захочется такой же. Поздравляем тебя, сынуля. Это наш с папой подарок тебе. Так, кто готов ещё дарить? Вон Паша несёт что-то. Давай, Саня. Теперь. А кто наш? Нет, наш. Наш с чем? С кем? Короче, сейчас они разберутся, кто там будут чьи подарки дарить. И мы продолжим съёмку. Пока ребята там готовятся, давай. Покажем, как этот работает. У тебя видишь, другой немножко. Ну, запускай. Ровно держи. Только ровно держи. Когда запускаешь, нужно его ровно держать. Ты включай. Включай его. Ровно держи. Ровно держи и запускай. Да, спускай. Что-то они падают, кстати. Ты видел, да? Может он заряжен хорошо. Они когда хорошо заряжены, как-то они сильно... Да, он лепит высоко. Не успевает царапать. А как его тогда, разраживать надо или что? И не полностью заряжать? Я знаю как... А выключить? Выключай. Я знаю как можно. Как? Включить и держать. Чуть разрядить его надо. Потому что мы заметили, когда они слабо заряжены, он так прав. Ни как хорошо. А когда мы только зарядили, то тоже быстро. Ну, много зарядили. Он вжух и врезается. Короче, хитрость с этими штуками. Кто будет покупать своим детям? Они в фикс-прайсе продаются. Они летают вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не дозаряжайте их или разряжайте. Летающий шар со светом он называется. Саша, а это подарок от нас двоих. Дарит подарок Тимофей и Аня. Аня попросила ее не снимать. Она себя не очень плохо чувствует немножко. Поэтому за них отдувается Тимофей. Антошка. Пицца. Пицца? Как ты можешь это? Дай-дыдай-да, посмотри. Шоколад. Гигантская шоколадка. Это что такое? Гигантская шоколадка. Это пицца. А, это пицца. Я думала, это гигантское шоколадка. Кусок пиццы. Он очень похож на... Это кусок пиццы. Гигантский шоколад. Ну, раскрывай. Гигантский шоколад. Вот это, наверное, супер подарок, я скажу так. Молодцы, Аня и Тимофей. Делали реально от души. Гигантский шоколад. Нет, это сами ребята делали. Покажи, что это. Какая-то головоломка. И другое. Это, представляешь, тебе ребята своими руками сделали целую тетрадку головоломок. Целую тетрадку, да, смотри. Целую тетрадку, смотри, здесь вот это вот дальше от меня уже, сейчас я покажу, тут даже записано. Я записала, вот, от руки Тёмы дальше у меня вот здесь вот идет. Это все я делала, а вот здесь вот уже Аня дальше доделала. И на конце вот тут пустые страницы, ты можешь сам себе что-то доделать. Представляешь, у тебя целая книга головоломок, сделанная руками. Таких головоломок нет, Саш. Саша, Саша, это уникальная тетрадка, ее нет ни у одного человека в мире. Вот такие головоломки, которые здесь, есть только у тебя. Ни у одного ребенка в мире нет больше таких головоломок. Представляешь? Саша, есть один момент. Ты берешь, вот там первое время будет ее напоминаться, что пока ты не выполнишь эту страницу, на следующую нельзя переходить. Да, только последовательно. Это очень важно. Это не нужно будет напоминаться, там есть моменты пробега где-то, но думаю, ты уже привыкнешь к первое время. Понял? То есть здесь нельзя переходить, как в обычной головоломок, да. Пока ты не сделаешь первую, ты не переходишь ко второй, к третьей и так далее. Ты можешь смотреть, но не можешь делать. Все, кто готов следующий подарок дарить? Я, мы с Борей. Пожалуйста. Мы с Борей, последняя. Давай. Что, туда нам надо дойти? Да, я оставляю. Хорошо. Мама, короче, подумала, что это не пицца. Вот это я выдала. Но всю страну еще и в камеру. Пошли. Там еще у тебя подарок. У нас папа возится с Максимкой. Да, папа. Пойдем смотреть, что Паша придумал. Можно закрывать глаза? Да, закрывай глаза. Пойдем. Ну, идем, идем, идем. Только с закрытыми глазами иди. Так, что у нас здесь? Становись. У нас сегодня 12 число, кстати, когда мы подарки дарим. Шесть дней после дня рождения. Ну, видишь, у нас в Новосибирском все сбилось. Так, давай. А это от тебя и Бори, да, ему? Да. Это от Бори и Саши. Ой, Паше подарок. Теперь. Что это, как думаешь? А давай попробуй, пускай отгадать. Что это такое? Набор маленьких инструментов. Так, маленький набор инструментов. Открывай глаза. Покажи нам. Это то, что, помните? Что? Это все эти может стрелять. Да. Это пистолет, который стреляет вот такими пульками. Пульками от Нерфа и гидро... Этими, как это называется? Орбизом. Орбизом. Еще вот такими молитвами. Не, это их нужно набухать. Короче, многофункциональ. Так это же еще не все. Тебе, чтобы получить другой подарок, нужно воспользоваться первым. Помните, Паша в Новосибирске покупал? И мы спрятали это дело на кассе. Да. Кто смотрел? Вот это был этот пистолет. Он его как увидел, говорит, мама, у меня такая идея возникла. И, короче, купил ему этот пистолет. Смотри, сейчас Паша тебе расскажет правила. Смотри, что есть. Давай я покажу сначала. Рассказывай правила. Ты не можешь заходить за вот эту вот линию на коврике. А может ближе немножко, он не попадет поближе. Это же маленький пистолетик, он стреляет не очень. И, конечно, нужно брать 100 очков. Черная точка это 100 очков, красный кружок это 50 очков, белый это 30, черный это 10, все остальное 0. То есть ты будешь стрелять, попадать, Паша будет суммировать очки. И когда ты наберешь 100, ты сможешь открыть свой подарок. Давай. А, он внутри сердечко. Да. 10. 10. Так, давай, Саша, у тебя получится меткость отрабатывай. Слушай, пока ты подарок получишь, еще и меткость отработаешь. Ты знаешь, я хотела бы, чтобы мне в детстве вот так вот устраивали какие-то конкурсы. Это так круто, не просто подарки, знаешь, подарили все, а через какой-то конкурс. Это настолько интересно, я бы сама поучаствовала бы. А можно я Саше помогу? Можно. Саша, можно я один раз выстрелю и помогу тебе? Ну, давай. Я маленьким пистолетиком буду стрелять, а вот так отсюда. С колена, с колена надо, с колена. С колена? Да, да. О! Так, прямо в сердечко. Я как в тире. А, что там заряжено? Все. А ну-ка. 30. Саша, я тебе 30. Уже 50. Поздравляем тебя. Иди, бери. Свой подарок. Набивание 100 очков закончилось. Итак, разрывай. Я веду вот так. Ты что, так прям хочется пополам? Да, это самый лучший вариант. Давай. 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 Рюми, что ты так гадаешь туда? Рюми, давай, давай. Мне само интересно, что там. Я не знаю, что там внутри. Давай. Давай. Мы туда. Вы как будто зрители, помогайте. Ого. Саша. Ты вообще. Все, я вспомнила. Паша покупал. Я думала, где его конфеты делись, которые он покупал в ленте? Он обладатель коров, обладатель панд и обладатель каких-то коров еще. Короче, у тебя целое пастбище коров и панд. Оказывается, еще Тимофей от себя сделал подарок. Конечно. Отдельно. Нет, я думала, у вас общий с Аней. Я тоже. У меня еще отдельно. Ага, вот оно что. Твой подарок спрятан где-то в доме. Твоя задача его найти. Также ты можешь использовать подсказки, которые, вот одна подсказка, это одна буква с того места, где спрятан подарок. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, и летаю, и бегу, и стеклянный быть могу. Ты сам их придумывал? Нет. Вообще классная загадка. Кто может летать? Я самый лучший. И стеклянный. Думай, думай, думай. И стеклянный. И бегу, и летаю. Вода. Круто. Догадался. Наконец-то родил. Так долго он ее отгадывал. Буква О. Дальше. Следующая загадка. Громче только. Кто на себе свой дом носит? Улитка. А, да, это легко. Какая буква? Д. Так. Дом. Это может быть как угодно. И так, и так. Вот эта загадка достаточно сложная. Громче. Вот эта загадка достаточно сложная. Надо напричь мозги. Мне кажется, первая была очень сложная для него. Из какой посуды нельзя ничего съесть? Интересно. Из деревянной. Из воздуха. Из воздуха? Ну, посуда из воздуха. Нет. Ну, воздушная посуда. Уже понятно, что есть посуда. Есть посуда. Вот тарелка. Стой перед тобой же металлическая тарелка. Если, какая она должна быть, чтобы из нее нельзя было ничего съесть? А-а-а. Я поняла. Из какой тарелки нельзя ничего съесть? Из какой? Поешь. Ешь. Оно, в которой ничего нет. Да. Из пустой. Давай дальше. Дох. А можно ход сделать? Только вышел из корлупки в яркой, мягкой, желтой шубке. Желток. Желток в шубке? Да. Подумай хорошо. Только вышел из корлупки в яркой, мягкой, желтой шубке. Цыпленок. Да. 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 О, что, этого хватит? Догадайся, что это. Ходо. Ходо. Ну, есть такое место у нас в доме? Ходо. Не знаю. Наверное. Давай и последнюю. Ага. В воде она живет. Нет клюва, а клюет. Это даже Боря с Микцем не будет. Еще раз. Только Боречка тихонечко не подсказывает. В воде она живет. Нет клюва, а клюет. Боречка, не подсказывай. Как мы можем клювать без клюва? Ну, давай. Говори. Что ты? Как первая мысль твоя? Какая твоя пришла? Кто это? Птица обычно. В воде она живет. В воде она живет. Нет клюва, а клюет. Что клюет? Утка. Нет, в воде живет. В воде. В воде. Не на воде, а в воде. Ты называй, называй, что тебе приходит мысль. А вдруг угадаешь. Ну, рыба приходит. Правильно. Правильно. А на удочку кто клюет? Я сама еле отгадала. Я даже не отгадала. Я сказала, не знаю. Я отгадала. Из-за того, что она в воде живет. И давай составляй. А я думаю, рыба в воде клюет. А на удочку-то клюет. Составляй. Давай подскажем. Первая буква Х. Да, первая буква Х. От нее отталкивайся. Вот, да. Ну, думай, думай, думай. Есть такое Хлоду? Нет. Ну, переставляй. Хлод. Нету. Хлдо. Хлдо. Ну, 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 меняй, меняй. Так, почти. Хлоду. Ну, подумай. Какие можно еще две буквы поменять? Хлоду. Давай. Две неправильно стоят, подсказываю тебе. Точно. Хорошо, вот здесь не принято. Да, что значит это? Что это значит? Могильник. А, видишь? Я сразу заняту. Нет. Я вижу, что струкли. Так. Можешь так? Давай, холодно. Холодно, теплее. Теплее, теплее, теплее. Холодно, холодно. Тепло, жарко, горячо. Что там необычное стоит? Ни за хонение вниз, на верх не лезть, внизу. Ну, да, есть. Банка ананаса. Обнимушки. Вон Паша тоже. Я даже, чтобы не пойти там. Не-не-не. Саша, давай. Че, Паша подошел? Спасибо, что что ты купил. У меня много пистолет. Я тоже хотела себе пистолет, который... Я помню, но я не знаю, где он. Видишь? Угадали с твоими желаниями. Помнишь, пистолет, который один длинный, вроде бы похожий на снайперку, и один маленький, похожий, и с такими же пульками. Соб, это же тот же самый пульки. Не знаю. Наверное, тот же самый. Держи, это мы тебе рюкзачок с мамой купили. Держи. Давай сначала одень ему, а потом снимешь. Держи, 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 держи. Папа сейчас оденет его. Держи. Это тебе подарок, еще один наш с мамой. На твой день рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что? Пятый раз тебе спели. Ты думал, мы забыли? Ты думал, мы не это? Не учли? И тебе какую-то леталку только подарили? Ну, вот это все, я думала, что только подарили. Да? И рюкзак. А тебе расскажи зрителям, что ты очень себе хотел. Сегодня ходит, говорит, если бы мне это подарили. Он очень сильно хотел. Я очень сильно вот это плюс хотела. А что это? Это шуруповерт. Как? Шуруповерт. Как? Шуруповерт. Папа, как у тебя сын не знает слово? А ну иди к папе учись слову. Быстро. Шуруповерт. Шуруп крутит. Шуруп вверхит. Шуруповерт. Так, а ну скажи, что это? Шуруповерт. Да, это та штука, которая крутит шурупы. Шуруповерт. Крутит? А теперь назад. Давай, а теперь насадку найди к нему. Ну, нашел насадки? Нет, пока что. Вот насадка. А вот, вот. Туда же дрель. Ты видел? Не только шуруповерт. Короче, теперь ты все стены можешь, папе, делать. А рюкзак, это что у нас? Туда все складывать. Смотри. Инструменты можно сюда. Да, раз, два, потом сюда, сюда. Мы специально такую купили? Да. Это такой набор. Это рюкзак с инструментами. Там были разные наборы, но мы решили тебе сразу с рюкзаком. Спасибо. Круто? Да. Ты довольный? Да. Классно. Я бы это мечтала. Ну вот, видишь, коробочка. Ты мечтала о таком? Да. Мы ему хотели настоящие инструменты, а он говорит, нет. Я хочу игрушечные, чтобы я мог ходить. Что ты хотел дрелью делать? Что ты шуруповертом хотел делать? Просто сверлить. Играть, да, вот так вот? Да. А мне папа в магазине говорит, Таня, может, мы настоящую дрель подарим? Ну, чтобы он мог реально, вернее, шуруповерт. А я говорю, Боря, ты не понимаешь, что ребенку хочется столы сверлить, тумбочки. Ты представляешь, если он это настоящим начнет делать? Он хотел просто без вреда. Классно? А, слушай, это забивать. Да, прям сильно забивать. Ты, Саша, на стол вот так посмотрел. Тогда положи и забивай. Максим спит. Максим спит. Да. Саша, ты же можешь друг друга... Максим спит. Ты видел? Да. Вообще класс. Я имею в виду, Саша, Саша, у вас есть набор? Я же думаю, что ты будешь давать Боречке тоже иммиграться? Конечно. Вы можете все инструменты, которые у вас есть, которые в коробочке, все скомпанировать сюда. И, например, все пораскладывать, а мелкие детальки засыпать внутрь, чтобы они не терялись теперь. И теперь у вас будет рюкзачок, где вы будете плотниками и все чинить будете, и, короче, папе помогать чинить. Правильно? Ну, Саша, попробуй засверлить это. Вообще. Переключите. Вот, вот, вот. Давай я посмотрю, что... Ой, здесь даже эта штука есть. Ты ее ставишь? Уровень. Так, дачка, уровень. Вот неровно. Отвертка. И крутится. Как она называется, вот эта штука? Угольник. И мама, Саша, я хочу видеть. Плоскогубцы. Молоток. А ну-ка. Во. Короче, Сашуня, с днем рождения тебя. Спасибо. Наслаждайся, забирай все свои игрушки, все свои подарки. Прячь их. Праздник удался, я думаю. Удался праздник? Конечно. Конечно. Все, ребят, пока-пока. Вот так мы праздновали Сашункин день рождения. Я, кстати, хочу сказать, что у нас день рождения на держание не похож. У нас нет каких-то традиций. Мы все делаем по наитю. Исходя из вкусов, интересов ребенка. Было бы странно, если бы мы Пашу, например, повели в Супер Кит, да? Вот. Иногда мы куда-то хотим поехать. Супер Кит, чтобы тебя специально... Ну, понятно, что вы веселитесь, потому что мы Сашу туда повели. Ну, мы же не могли вас в машине оставить, а сами пойти веселиться. Иногда мы, например, хотели куда-то пойти. У нас на Пашин день рождения на природу хотели пойти. Была очень плохая погода. Нам срочно пришлось менять планы. Иногда мы хотим куда-то поехать, но все закрывается. Мы хотели в кинотеатр поехать. Еще раз закрываться, нам срочно нужно, да. Поэтому для нас день рождения непредсказуемый иногда. Иногда мы запланируем, и все сходится. И поэтому на этот раз мы решили на Сашин день рождения вообще оторваться. За все, которые пропустили. И всей семьей сходить в бассейн, в принципе, это был подарок для всех. А именно для Саши отдельно... Был суперкид. Да, был суперкид, чтобы вы понимали. Потому что я знаю, что пишут, а почему у вас одному делают так, а другому так. У одного вы дома празднуете, с другого вы куда-то выезжаете в классное место. Ну, вы знаете, жизнь она такая. И плюс интересы детей. Иногда у нас дети просят, можно мы просто дома отпразднуем? Я никуда не хочу ехать. И мы тогда, конечно, подстраиваемся. Так что, я думаю, что праздник удался. У каждого свои традиции. И главное, что наши дети при этом счастливы. Все, что мы делаем, это всегда приносит им радость. Никто не остается никогда обиженным. Для нас это главный показатель. Потому что со стороны это может выглядеть по одному. А главное, вот атмосфера, да, как дети себя чувствуют. Для нас это самый главный показатель. Саша, все, супер. Пока-пока, говори всем. А, и ты знаешь что? Тебя поздравляют в Инстаграме, везде. Нужно сказать тоже зрителям спасибо за все поздравления. Спасибо. Bye-bye, goodbye, see you. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok